Доброе утро. Моя красотуля в школу бежит. С утра так прохладно, что Милену у меня даже сегодня колготы надели. Ста улица кошачья. Здесь вот сколько проходим. Все, я хочу показать, какие громады красивые. Смотрите, уже почти поспели. Блин, кокотов высматривает. Что там, котик? Ладно, пошли-пошли, солнышко. Да, киса говорит, мяу. Ну и здесь тоже котики. Да, тут у нас всегда черненький котик ждет, сегодня его нет. Девочки, сегодня решила заниматься с собой тогда, когда точно никто не придет и дома никого нет. В общем, перед отъездом, сейчас расскажу, вам посмеетесь. Перед отъездом в отпуск у меня прикол был. В общем, Миленка же не в школе, на каникулах. И я думаю, ну, время как раз нормальное. Скоро муж должен прийти с работы. В общем, я успею все сделать. Нанесла свою маску для лица. Нанесла маску и масло касторовое, в общем, на волосы. Ну, все как положено. И муж приехал домой с коллегой по работе. В общем, я такая вся красивая сижу. Как раз тогда еще видео монтировала. Это я этим делаю, как он называется, с гиалуроновой кислотой. Диски, пилинг. Очень хорошая вещь. Я уже вторую баночку покупаю. И, в общем, всегда перед масками, вечером, где-то раза три в неделю, все вот так вот. Очень мягкий пилинг. В общем, получается, за счет того, что здесь вот такая вот как бы рифленая поверхность идет. Она так кубиками сделана и намного нежнее. Потому что заметила мой любимый скраб с абрикосовыми косточками. И что-то стало, в общем, у меня раздражение идти. Какие-то высыпания, прыщи. Ну, в общем, решила, что буду делать более мягкий уход. И вот приезжают они, заходят. А у меня еще патчи вот эти вот коричневые под глазами. Ну, в общем, у мужчины были вот такие вот глаза. Мне было так неловко, просто кошмар. На мужа, конечно, я потом наехала. Говорю, ты хотя бы смс-ку прислал. Он говорит, так ты никогда такими делами не занимаешься, когда я дома. Ну, в общем, я рассказывала уже, что я всегда стараюсь, если я там делаю какой-то уход или депиляцию, или там что-то маски для волос, для тела. В общем, я это обертывание, я это все делаю тогда, когда мне никто не мешает, когда я одна. И тут, видите, как один раз решила сделать позже. В общем, получилось так, что все меня увидели во всей красе. Что я хотела спросить, мои хорошие девочки? Кто-нибудь делает... Ой, что-то я... И волосы надо убрать немножко. Кто-нибудь делает наращивание волос? Что-то я уже совсем, знаете как, потеряла надежду, что к Новому году, к Рождеству они у меня отрастут еще. Ломаться перестали благодаря кератину, благодаря вот этим всем маскам, вот этим всем кремам, что я покупаю для волос. Но вот это вот волосы были помыты вчера. Сегодня я буду делать, я уже подготовила сейчас репейное масло и буду на кончике костовку наносить и на корни репейное масло и буду его смешивать. Тоже рецепт нашла в интернете и рада, что работает. Это витамин В6 и витамин В12. Кстати, девочки, по поводу витаминов для волос, что я хотела сказать. Когда я пошла, в общем, когда весной у меня вообще и такие ломки были, в общем, ну ужасно все было, там они по полсантиметра за два месяца росли. И мне девочки посоветовали купить витамин, блин, я уже забыла как он называется, ну балда, ладно, это не важно. В общем, он специально для роста волос. Я пошла в нашу аптеку, к нашему фармацевту и говорю, так и так, есть ли в продаже такое? Она говорит, да, есть, но что я тебе хочу сказать, в общем-то, девочка, ну я же постоянно свои, свои вот эти гормоны же покупаю, леватырокс, они меня там уже за это время прекрасно знают. В общем, постоянный клиент. И она мне говорит, будь осторожна, потому что когда ты принимаешь витамины для роста волос внутрь, то волосение может пойти на подбородки, на усиках, на руках, на ногах, в общем, где угодно. И, в общем, я не купила. И летом, когда я была, тоже мне девочки мои хорошие, спасибо вам, золотые мои, что посоветовали купить витаминки. Просто обычно они там копейки в Украине стоят, B12, B6. То есть, я иногда, когда утром душ принимаю, что волосы мою, то втираю прямо без масла, прямо в корни волос. У меня буквально вот две ампулки достаточно, чтобы втереть вот именно в корни. И когда вот как сейчас, что я сейчас буду делать полностью маску для волос и для корней, и на всю длину, то я смешиваю эти витамины с вот этим вот якобы репейным маслом. Я обломалась с ним, конечно, по полной программе. Ну, читать нужно, все нужно читать, все нужно проверять, иначе купишь. Обычно это подсолнечное масло, вот в составе написано Алия Солнечникова, экстракт лопуха. Ну, ничего не поделаешь, ну, ничего. Самое главное, что это не какое-то химическое масло, не какое-то там синтетическое масло подсолнечное, но и в Африке подсолнечное. Так что обогащаю витаминками, плюс, если здесь экстракт лопуха. Но могу сказать, что, в принципе, я недавно шкрасилась, и, видите, уже даже, не знаю, видно или нет, но я уже вижу, что черненькие у меня кончики пошли. И, да, что же я спросила, и опять на своей маске. Ну, вот, когда о чем-то голова другим занята, забываешь основную цель. Девчонки, напишите мне, пожалуйста, если кто-то делал наращивание волос, или кто-то работает мастером, парикмахером, который делает это наращивание волос, то, что стало, я уже не знаю. Мне хочется, вот что я хочу, что моя, какая цель. У меня всегда были длинные, хорошие волосы, но то ли это действительно, как говорят, может, это предрассудки, конечно, что тяжелая рука у мастера, и вот она тебе подстригла, и, в общем, не растут. Что я хочу? Хочу ровный пробор, обычный ровный пробор, и чтобы волосы были вот ровные, прямые, и где-то вот такой вот длинный, не слишком длинный, но ровный и длинный, потому что из-за того, что они у меня не в хорошем состоянии, вот видите, какие они вот поставил, и они стоят, и чтобы они вот, ну, ровно лежали, без вот этого вот, ну, сами видите, что творится. Или чтобы можно было делать косой пробор, но чтобы не было вот этих вот, это длиннее, это короче, ну, в общем, чтобы все это было, выглядело нормально, хорошо и красиво, потому что я уже устала. Феном я не пользуюсь, утюжком я не пользуюсь, волосы сушатся сами по себе, а когда они сами по себе, то вид вот такой вот. И я сейчас, я уже не помню, когда я настолько часто, я сейчас, знаете, как хожу с хвостиком, я все убираю назад и с хвостиком, беру резиночку вот эту, от которой волосы не секутся детскую, и вот на мягкой резиночкой хвостик, честно говоря, у меня такая прическа не устраивает, но и то, что у меня сейчас на голове, меня тоже не устраивает. Конечно, буду продолжать я все вот эти питательные масочки и все прочее, но витамины пока рано мне принимать, это уже ближе к Новому году для роста волос, и для, ой, не для роста, а для от выпадения, но они у меня, честно говоря, не сыпятся. Шампунь тоже пока менять не буду, потому что он мне нравится, но стала задумываться серьезно про вот это микрокапсульное, я уже несколько дней смотрю видео по наращиванию волос, в общем, и французские, и русские, и украинские салоны, и белорусские салоны, и я смотрю, что какие там ошибки бывают. С одной стороны, почитаю вот отзывы, девчонки пишут, блин, да классно, я уже два года делаю, и корректирую раз в 4-5 месяцев, все держится, и даже красить волосы можно, и в общем, я уже так, знаете, ааа, все, 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 запишусь, пойду наращу. Тем более, что как бы длина не слишком большая, я вот, ну, не длиннее вот так вот, чтобы было, не длиннее сколько, я даже не знаю, сколько, 10 сантиметров, 35, наверное, я не знаю. И тоже, какие должны быть волосы, потому что они, оказывается, бывают азиатские, бывают детские, бывают славянские, ну, в общем, там разные категории волос, ну, длина, естественно, бывают уже вьющиеся волосы, вьющиеся, я однозначно не хочу, я хочу более, вот они у меня как бы плотные сами по себе волосы, как бы жесткие, непослушные, потому что, ну, знаете как, если волосы пушистые, мягкие, то, вот я смотрю, Наташа у меня миленка, я помою голову милен, и вот они у нее, знаете, локонами, пушистые, мягкие, тоненькие, конечно, расчесывать очень сложно, но у них всегда красивый вид, у Наташи тоже, тоже самое, она говорит, уход, конечно, напрягает, потому что вьются, и потом надо их, как бы вот этим, чтобы не спутывались с спреем, но это мелочи. И вот я не знаю, что, если можно нарастить, я бы вот эти вот совсем, вот эти вот тонюсенькие, которые, кончики, страшнюшки мои, я бы их обрезала, как бы получилось бы вот такой вот длины, наверное, коры. В общем, девчонки, советуйте, скоро Рождество, хочется как-то выглядеть хорошо, и до этого времени мне нужно созреть для этого, во-первых, потому что, ну, я вот такой человек, я никогда не делаю ничего, что, о, загорелась, пошла, сделала. Это со мной редко такое бывает, я пока все не перечитаю, отзывы, консультации, советы, я ничего не делаю. И вот, что я хочу, девочки, слушайте. В общем, что пробор. Одни мне говорят, лучше косой пробор. С одной стороны, я смотрю, мне вроде и нравится косой пробор. Другие говорят, нет, Лиля, пробор посередине, классно, круто. Иногда я вот, ну, знаете как, вот сделаю пробор посередине, и я даже себя не понимаю, я ли это. Ну, в общем, иногда нравится, иногда нет. В общем, хочу ровные волосы. Давайте, посоветуйте мне, какой пробор сделать, потому что там тоже, я читала, зависит от какой пробор ты носишь, так вот эти капсулки и прикрепляются. Потом, что я еще вычитала, бывает какое-то итальянское, вот это наращивание волос, это на горячие, вот эти кератиновые капсулы. И бывает холодное, холодное какое-то, испанское, голливудское. Ну, в общем, девочки, кто делал наращивание, или у вас есть какие-то, ну, интересные, полезные советы, дайте мне, потому что, ну, как говорится, почитать отзывы в интернете, это одно, а когда люди, которые, пусть даже вот мы тоже, как бы виртуально общаемся, но тем не менее, если мне вот часто, девочки, я там задаю вопросы, там то-то, 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 мне часто даже на e-mail приходят письма с фотографиями, Лиля, ты спрашивала, смотри, вот там то-то, 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 короче, спасибо, конечно, большое, и, в общем, я не знаю, и как их наращивать, их и здесь наращивать будут, или как, и тяжелые ли они, кто-то пишет, что с ними спать очень больно, одни пишут, что без проблем и хвостик можно сделать, другие пишут, нет, хвостик будет видно, вот эти капсулы сами, другие пишут, что и голова болит, и тяжелые, ну, это, наверное, если там 50 сантиметров нарастить, конечно, будут тяжелые, я максимум 30-35 бы хотела, чтобы, ну, вот так вот ровно, и нужно ли загущение, или только длину сделать, ну, в общем, смотрите, вопросов миллиарда, а решения никак не могу принять, потому что все, начиталась, насмотрелась, информации в бачке вот столько, а возыны не там, в общем, мне, чтобы пойти, я хочу, что когда я пойду и запишусь к мастеру, чтобы я уже все знала, если что, то и фото покажу, ну, не знаю, мне кажется, будет хорошо, если вот так вот ровно, на косой проборчик, ровно и длиннее, чем это, я бы подстригла, вот так, чтобы вот это вот сухое уже не оставлять, и оно как раз было бы все одной длины, что сзади у меня там еще длиннее они, видите, и видите, какие-то они как пожеванные, мне это не нравится, не нравится мне, и вот если обрезать будет, если что, потом, когда снять через 4 месяца, или когда, потому что я думаю, сделать, если к декабрю, то, наверное, где-то в ноябре, как раз вот у меня месяц, октябрь будет на раздумья, найти салон, посмотреть по ценам, тоже по ценам, не могу понять, смотрела одно видео, и там женщина, кажется, из Беларуси, рассказывала, 850 долларов стоит наращивание, и мне аж на эти, как-то 850 долларов кусается, но если там 200-300, то, наверное, это нормальная цена, потому что, если, ну, не знаю, сколько у нас это будет стоить, я чисто суммы смотрю по YouTube, и по Отзовик, кажется, сайт называется, там тоже девочки пишут, там делали там-то, 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 5-6 тысяч гривен, это сколько получается, 200, 200 евро, ну, в общем, девчонки, спасайте, помогайте, советуйте, ладно, буду я сейчас масла свои наносить, уже отключусь, чтобы никого не шокировать своими косметическими процедурами, и заранее всех благодарю за полезные советы, целую вас, пока-пока.